Доброго времени суток, это InfArch, и за эту неделю вышло немало новинок, о которых я вам хочу рассказать. Первое. Команда работает над завершением некоторых обновлений для Pallet IPS и надеется завершить Pallet IPR в ближайшие дни. Все это делается в рамках подготовки к началу тест-нета нашего проекта в сети Tinker. Цель в конечном итоге обеспечить стабильную, не стимулированную тестовую сеть для сообщества и разработчиков. Использовать ее для изучения технологий InfArch, протестировать ее безопасность и работу DIPPS. После того, как будут готовы к работе все ключевые технологии, касающиеся протокола INV-4. Они публикуют более подробно о Tinker в своем Твиттере и Дискорде. Команда также планирует дальнейшее обновление сайта. И, как вы могли заметить, сейчас вам покажу, появился White Paper на китайском языке. Конечно, для нас это практически ничего не значит. Но обещают, что в этом месяце наконец-то уже будет готов русский язык. Если, конечно, вы до сих пор не перевели с английского и не прочитали всю информацию. Но ждем, ждем. Надеюсь, что будет интересно. Еще одна очень знаковая новость. В команде появился новый участник. Даже информацию о нем уже добавили на сайте. Здесь вы можете с ним познакомиться. Он выступает в качестве нового члена команды и Rust-инженера. Matthews работает над довольно интересной частью проекта. Представьте, если бы IP-аутрификация и токенизация могли быть легко интегрированы в Git. Если это вас заинтересовало, то у InfArch уже есть несколько интересных альфа-версий, которые будут доступны в ближайшее время всем. Также проект уже в своем твиттере... Сейчас загрузится. Вот в своем твиттере 2 февраля эту новость также опубликовал. Звучит она так, что проект был оценен в 25 миллионов долларов и привлек еще 1,75 миллион для ускорения разработка училиты кроссчейн-аутрификации. Это, конечно же, нас всех порадовало. Но это еще не все новости. Также проект развивается и расширяется. То есть в Дискорде уже больше 17 тысяч человек. Амбассадоров становится все больше. Больше твиттер. В твиттере уже 5300 человек. А еще несколько дней назад было 5000. Собственно, проект развивается, проект растет. И в связи с этим проект решил наградить несколько счастливчиков. Вот в такой, собственно, викторине надо будет выполнить несколько задач. Сейчас я открою. Вот на Glam нужно будет присоединиться, пройти несколько задач. И выберу 2 случайных победителя, 2 случайных члена сообщества и 1 амбассадора. Трех этих счастливчиков ждет возможность пообщаться с основателями и командой с помощью VR. Я считаю, что это довольно-таки интересно. И лично я, конечно же, буду участвовать в этой процедуре. На этом, собственно, важные новости проекта закончены. Кстати, да, вот новости о проекте и какие, что вышло. Вот видите, 14 часов назад вышла информация о всех этих новостях. Я же вам их озвучил, чтобы вам это все не читать. На этом у меня все. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok